Не суток, мы продолжаем наблюдать за схваткой между Майнсай против Старс и Спортс. Для вас специально комментирует Денвер. И мы находимся на второй карте сегодняшнего дня. Это Best of 3 серия. Вот, в первой карте у нас победили Старс и Спортс. В принципе, вы можете чекнуть на ютубчике. В скором времени это всё появится, и вы сможете там увидеть. Но, вот, я... По поводу фризов сказали сделать немножко качества поменьше. Оказывается, вот так вот у нас всё это происходит. Ладно, я сделал качество поменьше, без проблем вообще. Типа... Всё, окей. Пока что сделал качество поменьше, и пусть она пока что будет так, пока там разбираются, в чём проблема вообще. Потому что я рил, я хз. Надеюсь, такого больше не возникнет у вас проблем с фризами на стриме. Вот. И, во всяком случае, мы начинаем наблюдать за доткой. Начинаем наблюдать вторую карту на сегодня. У нас последний, кстати, это матч. Всё-таки SGA Sports против Lights Out перенесли. Кто-нибудь там будет ex-SGA Sports, я не знаю, кто будет заменять эту команду. Вот. Пока что ещё это неизвестно, на самом-то деле. Поэтому на сегодня мы только смотрим Mindsign против Stars Sports. Завтра мы смотрим Thunderwake против Snake Wings. И, скорее всего, перенесённый матч вот этот вот SGA Sports против Lights Out. Будем смотреть это всё мы завтра. Да. И поехали. Вернёмся в доту. Посмотрим, что по пикам и по банам. Не кстати, Найс Салкер пак. У глаз. У Stars Sports'а Клакверк, Шадуфиент. В бане находится Бэтрайдер, Шейкер, Виномайзер, Клинкс. SK, NHT Power, NHT, Queen of Pain и Лена. Есть уже 4 бана, 3 пика. С каждой командой фактически. Вот. И... Да, кстати, будет сейчас минутка рекламы. Ребята, заходим на XBET, ставим там ставочки. Можно поставить, кстати, на этот матч в лайв-режиме. Вот. Также используем коды, которые постоянно bots spamят в чате. Это Xcode5. Используйте этот код и получайте до 6000 бонусов. Эти бонусы можно поставить на ставочки. И если вы проиграли, то проиграли. А если выиграли, то вы можете выиграть. Настоящие деньги. И уже сможете их вывести. Вот. И наши любимые ребята, это Dota Money, которые вы сейчас видите у нас на пике. Dota Money, Dota Trading Bot. И менять у них свои шмотки с выгодой. Да. Заходите у нас в группу VK. Там, по-моему, Гоша записывал как-то видео, как это все работает. И можете увидеть. Он даже, по-моему, на стриме это включал спокойно. И шел, менял шмотки на сайте. Но я не настолько суров. Да. Чтобы прям во время стрима идти менять шмотки. Лучше что-нибудь обсуждаю по поводу команд. Там, что они, да как там вообще. И поговорю лучше. Поработаю для зрителей, коротко говоря. Вот. Поэтому я сейчас убрал. Чуть-чуть пониже сделал качество. Фризы должны пропасть. Но я буду следить за чатом. Если что, если какие-то опять проблемы появятся, то я сделаю еще чуть поменьше. Если в этом будет проблема. Если это поможет, конечно же. То сейчас вроде как помогло. Сейчас уже такой проблемы, соответственно, нет. Но она может появиться внезапно. Вообще на хитбоксе стандартно стоит. Я только что увидел 3 500. Кто стримит в качестве 3 500, не знаю. Вот. Кто-то только на слабых компах. Да. Ну вот он уже четвертый пик. Есть уже третий пик. Это Дизраптор. Севчик. Клакверк. Что с прошлого... С прошлой катки-то забанили. Забанили Шейки. Забанили Виновастера и Клинкса. И почему-то еще разбаном у них ушел Бэтрабер. Попичем у Мэнсай. Подумали именно об этом персонаже. Но опять же залетает к ним Найт Сталкер. Этот победоносный Найт Сталкер вместе с Пуцком. А старцы Спрос пока что все новое решили взять. И Клакверк, кстати, решили взять. Ух ты, Клакверк будет суров, суров. Американцы умеют играть на Клакверке. Сразу говорю. Играют они очень круто на нем. Особенно если за Клакверк удается очень круто играть, то... Ну точнее нафармить за него достаточное количество голды, то это Блэйдмейл по фасту. И просто Клакверк врывается такой типа на хукшоте. Включает Блэйдмейл, закреп в Коги, включает ботаники. И ты его как бы бить не можешь. Он еще тебя станет, но тебя еще этим хукком по лицу бьет. И ты такой... Где Дазл? Где Дазл или Хил какой-нибудь? Пожалуйста, подойди и помоги мне. А Инвокер четвертым пиком. Инвокер. Тоже сильный мид против АСФ. Савчику будет тоже неприятно стоять. Но поднакопить душу можно будет и уже по дэмоджу перегнать этого. Инвокер, во всяком случае. Есть уже, кстати, мид. Остался кэрри-герой, кстати. О чем думают сейчас Старс и Спорс. Но забанили Клингса и оставили на самое сладкое ласт пик. Это Старс и Спорс будут брать какого-то кэрри-героя. Забанили антимага вообще. Дарксир. Продискард лейн. Клакверк и Дизраптор. Это трипл-линия. Но Клакверк скорее всего будет бегать по лайнам. Помогать своим мейтам. И ласт пик. Да, кэрри. Кто это такой? Интересно может быть у нас. Совчестное дело мид против Инвокера. У Майнсайта. Тоже Старс и Спорс будут банить его. Так, дополнительное время пошло уже. Ластбан. Для Старса Спорс. И решили все дополнительное время спустить именно на Ластбан. Серьезно. А кого Джиггернаут в принципе. Был неплохо. Он Сомни Саши залетал. Лица только так ломал. Это было действительно неплохо смотрелось от Джиггернаута. Как он именно там бегал. На этом уме Слэша. Кто еще? Может быть Лайфстиллер какой-нибудь тоже. Частенько любит заходить. Со своим фэзбомбой. Тут некого просто будет влезать. Если только Дарксира под Десурджем. Возможно Вивер тоже попробовать его взять. По сути такие жирные пацаны здесь есть. Это Дарксир с Клакверком. Почему бы не попробовать взять. Ластбан забанили. Старса Спорс вообще. А возьмут они... Пока что неизвестно вообще кого они собираются тут брать. Кого туда возьмут я думаю. Но это коррегерой. Ведомастер в бане находится. Что еще интересно могут взять. Старса Спорс. Возможно Эмбер Спирита вообще вызвали линию. Войд у нас не в бане. Находится кстати. Но под куполом что-то будет такое себе. Сколько Сэрчик будет дамажить. По сути с ранжевого. Со своего расстояния да. Так что Войд здесь не варик вообще. Кто? Кто? 15 секунд. Мне же самому стало интересно кто это будет на ласт пик. Осталось 10 секунд. Что придумают у нас Старса Спорс? 5 секунд. Неужели будут рандомить это лайком? А почему бы и нет? За лайком она... Тоже нужно уметь играть. Но я думаю Старса Спорс справится не хуже. Чем остальные профессиональные игроки на этом лайкане. И ласт пик для Майнсай. Тоже по... По идее это должен быть Коргерой. Вот тут Ньюкс Сасси Найт Сталкер. Пак. Такие себя конечно хард саппорту. Скажем так это пак Хардлейн. Опять же Ньюкс Сасси Найт Сталкер. Будет стоять в трипле. Но Найт Сталкер в принципе неплохо исполнял свою роль. Когда бегал по карте. Помогал своим мейтам. Он даже раньше начал бегать. Купил Смаки до ночи. Уже начал выдвигаться. Помогать своей команде. Майнлокеру да. Понадобится помощь. Притом что СФ если вначале гнобить. То потом это все может вылиться им в плюс. К команде сил тьмы. Они кстати сейчас слапнули сторонами. Поэтому. Возможно просто Старс играли на своей любимой стороне. Возможно играли на своей худшей стороне. То же самое относится и к Майнсай. А Блотсикер вообще. Вау. Вау вау вау. В профессиональных катках. Увиде Блотсикера. Это редкость. Это действительно редкость. Именно этот персонаж. Но увидеть его это круто. Это нечто. Посмотрим как это будет. Выглядеть со стороны глаз. Как они смогут затащить за него. Так. Нас остается совсем чуть времени. Будем переходить уже в саму доту. Но влиять за командами. Будем наблюдать за этой великолепной битвой. Между Майнсай против Старс и Спортс. А я напомню то, что у нас уже счет по картам 1-0 впереди. На данный момент идут у нас Старс и Спортс. Бест оф 3 серии 1-0. Поехали. Это просто нечто. Да. Этот Каспер крут. И погнали. Да. Все. Начинаем. Представлю команды для вас. Специальная Старс и Спортс. Нет. На Клокверке. Сус на СФ. Лил на Дезерапторе. Ях на Дарксирии. Веб на Лайканинг. Ты какой лайк он у нас крутой. Крут выглядит. Команда Майнсай. Бабаганауш на Нексасасе. Слот на Инвокере. Оскар на Паке. Формлесс на Блотсикере. И у него на Нонайсталкере. Вот он этот Формлесс. Легендарнейший игрок. От коллектива Майнсай. Ух. А это мощно. Это мне напомнило. Знаете кого? Венома вообще. Из Человека-паука. Такой же. Гадкий язык. Скорее всего. Оттуда брался этот язык. Я больше чем уверен. Тут еще и два силы в этой маске. Та-та-ты шо. Как это круто выглядит. Слушайте. На него скорее всего еще есть и золотой скин. С помощью способностей. Ого. Кажется, в предначале игры не действуют. А то два стиля можно взять себе. Прикольно, прикольно. Не спорю, не спорю. Битва начинается. По позиционке. Смотрим сразу же. Пауза от Старца Спортс. Моментальная. Теперь уже от Старца. Вот удивляют американцы. У них столько пауз. На самом-то деле очень много. Почти в каждой карте есть пауза. Когда я комментирую европейскую лигу, там такого нету совершенно. То есть, понятно, что команда играет. Не хочу никого обидеть, но скорее всего на нормальных компьютерах. Более-менее. Крутых. Ну, скажем так, и не думаю то, что прям все играют на крутых компьютерах. Типа там сидят на продотке, играют. Типа те же Пента Спортс. У них там свое Тимхаус. Они прям такие крутые. Йоу-йоу. Сидят в Тимхаусе и катают пока. Нет. Я думаю, там такого нету. Просто ребята с призовых фондов. Вообще, если есть серьезная организация, там типа вот как Пента Спортс, те же... А, извините, дверь. Я понял. То они должны спонсировать свою команду всеми девайсами и стульями. Но если они, конечно же, показывают хороший результат, то почему бы и нет. Взять их там каким-то вероятным образом. Так. Все вроде окей. Да, все, поехали. Взять их каких-то невероятным образом. Пощедрить. Ощедрить. Свою... Свою команду. Ой, господи, что ж такое сообщение. Все, тихо-тихо. Телефон я выключил. Переходим. К самому. К самой. Дотке. Да, инвокер без сета за транс тысяч рублей вовсе не инвокер. Но действительно круто выглядит с этой шапкой, конечно. Клакверк сразу же занимает позиционку. Нет. Как всегда, возле своего саппорта убивает. У него First Blood убивает Дерксира. Втроем забили прям. А так вообще-то был сенс-трек, и ты на инвокер залетел. Как я понимаю, да. Нет. Вот он, возле своего саппорта. Все, сейвит. И Пак тоже в отмеску убили. Отомстили, скажем так, задерксирует. Тут вообще вдвоем его забили. Все намного проще. Нам в четвером рассказать убили. А, при этом, я думаю, то, что Пак еще и пытался убить Лила. Но есть Vision. Есть Vision на Дезераптор, то, что вот он здесь бегает. Убежал. Да. Все это дело видит. Сейчас Дерксирует. Убила второй раз Дерксирует. Что такое-то. Пропускав второй момент уже. Когда Дерксирует. Убивают у нас. Вторая минута игры. У нас уже прям зарубок какая-то на этой карте происходит. И глаза пытаются, вроде как, круто играть здесь. Но они, по сути, тоже. У глаз в прошлой катке тоже было хорошее начало. Они не изначально начали как-то проигрывать там. Но без особого упорства они взяли по киллам. Но это ненадолго продолжилось. Потому как, ну вот у нас просто уже уничтожил инвокера, скажем так. 1-1 вообще по крепостату. Уф юзи слот. Инвокер уничтожен на медлайне. И нужно идти помогать. Хороший начало был от Клакмерка. Просто-напросто. Потому что там скан провязали. Пали по инвокеру. Потому что Клакмерк помешал изначально. Нет посодействовал этому. То, чтобы помочь своему мидеру. Команду. По секунду просит Майнс Ай. Пожалуйста, хватит паузы. Ставить слишком много пауз. На сегодня. Так, а мы пока что ждем. Ждем пока придут чувства Майнса. Попросили 20 секунд. Тут у нас продолжается, кстати. Намечается, точнее, драка Дизраптора с паком. Пак 2-й ловел, понятно, будет сильнее здесь. Напишите. Багана уж. Продолжаем. Сразу же кушает танк дерева. А Оскар сейчас мог тупить вообще. У него шифт, конечно, есть и орб. Попытка вычислить пака. А орб. Дизраптор оказывается. С треком в лицо. Выгонят вообще со своей территории, скажем так, старт спортс. Вражеского героя. Это получается. И вот, наконец-таки, приходит кто-то на помощь. Нюкс Ассасин в этот раз приходит помогать инвокеру. Потому что это вообще не дело. Тут 2 на 1 по крипт статуе инвокера. Это очень слабо. На такой стадии в самом начале. Хотя бы много раз видели, что игроки, если сильный мидер, если сильный игрок, то бывают такие моменты, да, согласен, когда в начале игры просто не получается. За счет того, что более активнее команда играет врага. И ближе, там уже к концу, я бы даже сказал, early game'а, просто мидер реабилитируется. За счет того, что он уходит в глубокий фарм какой-то. И в итоге это еще команда выигрывает. Да. Но еще ничего, кстати, не ясно. Мы тут все похоронили и Майнсай. То, что 2-0 за старт спортс. Хотя ничего не ясно вовсе. Могут и Майнсай взять эту карту. Мы будем смотреть третью каточку. Вот. Тут Нюкс, вообще-то, МПЛ кидает свой невероятный. Не попадает по НСФ. Ну, это бы то, что-то не ходил такой. 490 хп. Думаю, то, что ему все позволено. Я бы на его месте более аккуратнее бы себя проявлял. Потому как здесь еще и тусят два саппорта команды Майнсай. Такие себе, на самом-то деле, саппорты. Ланар и Нюкс, кстати, такую себе кэри. А вот и все. Соло килл от СФ. Это доказывает то, что полностью уничтожен мидер команды Майнсай. И нужно идти помогать. Выдвигаться. Я не знаю, тут спасать ситуацию. Как-то убивать этого СФ. Потому что это полный провал инвокера. Чёртый левел. И СФ уже шестой. Два левела преимущества у СФ. Все отлично дойдет именно для мидера команды. Дорктира отщемили оттуда, ну, понятное дело. Только тоже на лоха побегать не стоит. Потому как быстро-посевочка-то работает. Он уже вкачался в посевочку. И второй скилл на единичку. Первый скилл на двоечку. Прокачал. И, наверное, сталкер уже второй левел. Сейчас будет апать третий. Пока что гуляет во вражеском лесу, кстати. Вообще агрессивный унион. Ну, вот она ночь. Уже должны начаться какие-то движения все-таки. Возможно, подспить на эдаклс на плитцо. И вот он первый скилл. Санстрайк вообще мимо. Переходит сюда Дезераптор. И, возможно, убьют униона. У него есть спиды. Просто 407 будет его сложно убить. Закрывает в коге. Приходит АСФ. А, очень большая проблема униона, да. Такой себе. Такой себе Санстрайк. Санстрайк. Вот Фьюзи Слот. Видимо, это не тот персонаж, которого ожидал этот игрок. Что-то он вообще исполняет очень слабо. Скажу вам сразу. Лайкан. А вот Лайкан пока что не фармит. Потому что пришел сюда нюкс. И уже чувствует опасность здесь волчара. Вот он Баланар. Находится добычу. Тезераптора будет его потихонечку тучковать. А ТПшки-то нету. Но, по сути, Войт пройдет сейчас. Переходится до нюкс. Вот он клок вверх. Нужно закрывать. Опять же в ког и закрывает. Да, Найд Сталкер. Он со Санстрайк попадает по Лилу. А, и Лил умрет. Он тут попытку убить Найд Сталкера. Хотя бы Санстрайк. Он после этого накинул в Баланар. И Баланара убивают. Ну, хоть так. Хоть так. Первый килл достается Инвокеру, наконец-то. И вот за вот этот Санстрайк он уже поплатился. В лицо получил от Сэфа. По Кривстату. 18 на 10. Ой-ой-ой. Мощно отстает от Сэфа. Очень большое преимущество накопил уже Shadowfin. У него 0 смертей. У него 2 килла. У него 30 душ. И попробуйте. Ну, он сейчас смогут залететь на Сэфа, по сути. А нужно залететь на Сэфа. Нужно его как-то степенить. У этого Сэфчика. Сэфчик вообще ничего не боится. Но чувствую себя богом. Богом. Э, богом, да. Богом. На своей линии. Баланар в очередной раз заходит в спину. Будут пытаться убивать. Но Баланар вообще третий левел. Мне кажется, туда зайдет. Ай-яй-яй. Войд по лицу. Подарксирует. Хорошо, что на Сурже отойдет. Тут Санстрайк не попадает. Нужно было все-таки дождаться пассивки, пока сработает. Вот Баланар сикера. Сразу начал реагировать. Инвокер думал, что моментально будет ТП-аут от Тарксира. И возвращается. Чем-то на Гребсена. Сталкер только потратил ману. Диз. Зачем? Вопрос. Где у нас Сэф? У Сэф у нас отошел, потому что маны нет. Пошел формить лес вообще. Да, пойдет через Драгон Лэнс. Он уже положится в тайник. Этот айтем. И втроем выдвигаются на верхнюю линию. Тоже нужно было сикера чуть-чуть остепенить. У него 6-ой левел. У Лайкона. Ну, фактически, кстати, 7-ой АБС. И по экспириенсу вообще Сэфчик 8-ой. Да, опять же. Early game. А вот старцы спортс начинают брать вверх. С самого начала игры. Shadowfin под инвизом. БС догадывается ли? У него есть какая-то, по-моему, догадка. Или то, что подсмоки. Тут Клакверк вообще один находится. Сразу же у него ульт. Он тут... Второй скилл зачем-то топ-аут. Вроде все хорошо. Клакверк, ну ладно. Убивать Нюкса. И раскастовался. Тут вообще-то Сус. Да, это верная смерть. Просто это double damage от Сэфа. Тут куски такие невероятные отваливаются. Нюкс такой, типа... А, смотрите, Сэф бежит. Он с ддх. Бац, бац. Готов. Есть 34. Это третий килл для Сэфа. Вообще заход за Тер-1 вышку. Наглёж выше крыши. Идет от Старса Спортс. Плюс Тер-1 вышка будет падать. Сила света что-то укрепили свои строения. А почему? Там, скорее всего, Инвокрид заходил на Тер-1. Клакверк решил перестраховаться. Вот, а первая вышка уже упала. Уже до 8 минуты. А в прошлый раз, насколько помню, Старса добили до 10 минуты. Здесь прям... Вот на 8 минуте они это сделали. Там, где ведь чем-то было, если я не ошибаюсь, и упала первая вышка на карте. Понятное дело, от Старса Спортс. Так, опять же, занимает позицию Нед Сталкер. Ну, ещё не надоело ему. У него такая вот опасная работа. Там заходит АСФ в спину. Тут Дизраптор, если что. Потерялся уже Нед Сталкер. Туда находит Баланара. И Тэп-Аут сразу же начинает делать. А там Лайкана пытается убить. А Лайкана сейчас, скорее всего, убьют. Он Волкс, Санстрайк. Куча всего влетела. Раскрасновался ССФ. Убили. Скорее всего, убьют ещё также и Блудсикеры, возвращая на Глимсе. Попытка убить Пака, но не догнать этого персонажа, я думаю, здесь. Да, поэтому 7 на 4. В девятом минуте. Стоило ли того? Стоило. Нет, не стоило. Именно для глаз. Потому что 462 голды отвоевали себе Старса Спортс. Но убили при том, что Блудсикеры. За Блудсикера даже больше отдали, чем за Лайкана. Есть 33 Лайкана, есть 38. У нас отдали за Блудсикера. А сколько у Лайкана вообще есть киллы? Да, один килл у Лайкана. И один килл также имеется у Блудсикера. В принципе, кор-герои, в принципе, разменялись по смертям. Здесь Пак с ПТ-хой. Ой, Пак Страйк в лицо ловит. Так, и активно, активно пока что фармить Лайкан. И вот-вот он расформится. Уже осталось совсем чуть-чуть, я думаю. И ему нужны некры. А, он уже начинает их фармить. И при помощи некров будет пушить Лейны. С этим, Блудсикером, вообще, мне нравилась стратегия, когда ранний, типа, Блудсикер, выбегает из леса. Именно лесной БС. Он, в принципе, смотрится неплохо. Он выбегает, есть и кор-герои. То есть, команда не делает удары на Блудсикере. А именно, есть еще какой-то кор-герои, который сможет нормально вывести, нормально подформить. Вот, поэтому Блудсикер просто выходит из леса, типа, периодически помогает своей команде. Вот, бегает по вражескому лесу, тоже вычисляет там параллельно каких-то пацанов из вражеского коллектива. И убивает. Поэтому, но тут, вот, в основном удар именно идет на Блудсикера. И он является главной фармилой команды Майнсай. Поэтому все надежды именно кладутся на этого персонажа. Хотя, Блудсикер именно такой персонаж 50 на 50, он нафармит, не нафармит. Прокнет именно, не прокнет. Поэтому я не рисковал бы брать именно Блудсикеров, кор-герои. Он всегда был таким персонажем, который не всегда сможет вытянуть катку в Солянова. Понятное дело, что все еще зависит от команды, все зависит от игрока. Ой, как же ломается лицо Баланара? Тут попытка убить вообще-то ССФ, а ССФ проседает, кстати. Под колл-снэпом, унион, унион распадется ли, прибегает сюда лайком, прибегает сюда дизраптор. Так, как вверх, у нас на лоу хп. Теперь, кстати, шторм. И БСА умирает, кстати. ССФ пока что живет. А, это не БСА, умирает у нас ПАК. ПАКа убили, там мульт влетел в ССФ. Вообще, он на лоу хп, типа 300 хп. Такой, йоу-йоу. Лайком принял формы. Доломонтер один вышку. И этот один в два. Размен убийства Баланара ПАКа на клокверка. У ПАКа у нас это первая смерть. Я вторая уже, кстати. Ой, умрет, умрет ССФ. Скорее всего, живет, но доигрался. Тысячка остается от Баланара. Баланар добьет ли? Отсанцаря, как же Мансит это за ССФ? Чувствует, куда заезжал. И умирают у нас унион каким-то образом. Вот за униона нужно, ой, за ССФ нужно мстить. Прямо 750 голды и серию с пяти убийств отдали. Но это был фан. Это был чистый фан, то, что ССФ, он такой, типа... 700 голды отвоевали за ССФ Майнсай. 750 голды получил сейчас унион. Найс, он разбогател, наверное. Золотые горы поднял. Вот, и в итоге видел то, что нужно было ходить ССФ, но что-то на 300 хп пошел, как будто доказывать то, что нужно было добить Тер-1 вышку. А Баланар такой, типа, пацаны, он там на лохо пп, иду его добью даже ценой своей жизни. Что, собственно, сделал унион. Она при этом по ССФ-1 вышку уже осталась на нижней линии. Ее нужно добивать. Я, собственно, туда истянулся. Но вот 5-1 все-таки вот это все испортило. Что по счету? Действие на смерти у кого-нибудь? Нет. Вот ССФ был последний. У кого было 0 смертей, и вот сейчас уже есть одна смерть. Имеется на счету у ССФ-чика. 5 килов, 3 ассиста. Это вообще очень круто себя чувствует на этой карте. Как же он крут по Нетворсам. 6, что, 7 тысяч. Есть у Шадов Финда. Это 3К преимущество. У Старса Спорс идет по Экспериенсу. 2 тысячи. Ну, тоже не так много, но есть преимущество за счет ССФ-а. В первую очередь. Он же и Нокер начинает потихонечку реабилитироваться. 11 левел у него. И 5 часов по Галде. А идут дальше. Идут дальше ломать Тир-2. Также еще вопрос стоит по поводу Рошана. Забивать у него могут. Тут есть Лайкон. И Лайкон вообще Владимир собирается фармить. Нет, он сразу же начал Некроб фармить. Вот что самое интересное. Ему уже везут в Курьере, как я понимаю. Да. Да, вот он став в Визерте здесь есть. Все, окей. Тир-1 Мишка падает на низу. На верхней линии, точнее. Инвокер я пошел, допушил. И все, стяжка. От кого это ССФ-чик сюда пришел. Неужто пойдет с Аляного убивать. Инвокер, он пойдет, кстати, через Курькин Пайк. А, инвокер здесь у него на фулл хп. Через тхп-шек. Санстрайк. Кого пытается убить, пытается убить. Клокверка. Что-то такое себе. Пока что получается. Абасай, если падает, то это ГГ. Витагабелла. Спасать как-нибудь БСЭБ. Абасай, нечем спасти. Просто-напросто умирает. Единственная шесть уже на табло. Опасно. Старс и Спортс. Чувствует прям силы в своих руках. 14-ая минута. Уверенно идут эти, эта команда. Да, то есть, если я еще как-то думал, что Майндсайд здесь чувствует, вот уверенность, силу. Ну, возможно, вот это вот порешало, то, что БСЭ есть в пике, есть инвокер, который вначале просто проигрывал линию в салат СФУ. И сейчас у СФБГ 13 уровень, он топ по Нетворцам. У него скилл ухопрет фонтаном, Аркана горит, и все просто круто у них. Сейчас идет у Старс и Спортс, они добивают. Тиро, давай вышку. Остаются два внешних, два внешних тауэра у Майндсайд. Неужто это будет заход на вообще на хайграунд? Или что, или решили все-таки не так уж сильно нагалять? Это какой-то невероятный сет от Лайкана. Он очень круто смотрится, он весь мистикл. Мификл. И эти волки, это просто круто. Да. Так. Тем временем у нас вторый уже хочет Некров покупать себе Лайкан. Первый пока что есть, и на этом хорошо. А когда они откадешься, чтобы опять завязать через 40 секунд, придется подождать, потому что Некры уже падают. Пали Некры у Лайкана. Вот. И вообще в вражеском лесу Баланар бегает, как уформит. У него есть Стоун, у него есть Фейсбутс, у него будут барабаны вообще скоро. А у Бладсикера это тоже вражеский лес. Они забили тупо на Тир-2. Или сейчас пойдут ТПшки делать. У БСС, по сути, есть ТПшка, у Насталкера тоже. И будут Крепсом бить, тут Торп. Вроде как адефали. Будут ли выходить сюда встречать кого-нибудь? Хукшот слышал. От Клакверка залетел и не попал ни по кому. Клакверк. Хотя стоило это сделать. Попасть, организовать драку, синициировать. И там Тир-1 вышка, по-моему, Януки, кстати, серьезно взялся за пуш лейнов. Он тут тоже не забывает об этом в Старс и Спортс. И к 16-й минуте у Майнса осталась одна внешняя вышка. Тир-2 вышка на нижней линии. А сюда приходит у нас Лайкон. Лайкон-1. БКБшка тоже не помешает. Ему нужно, наверное, оформить эти некрайновые намеконы. Я бы сейчас как бы сделал дальнейшее событие для Старс и Спортс это пойти забрать Тир-2 вышку. После этого отправиться на Рошана. Дособирать БКБ Лайкону, зайти спокойно на хайграунд и ни о чем не париться. Там Сенстрайк. По кому? По Рошану. Не попадает Инвокер, конечно же. Инвокер вообще у нас с Агадимусом. Между прочим, Хантов Мидасом. И серьезен, серьезен. Вообще борется за топ-2 с Лайконом пока что, но СФ он точно не осилит. СФ тут Хуиггин Пайк. У него вообще идет Яшу фармить. СФчик. А Инвокер. Такой. Ну, тоже неплохо выглядит. 7500 по Нетворсам. И Аганим. И Хантов Мидас. Сапожочек есть. Пойдем через Форстав. Форстав. А Дарксира убивают. Он там один потерялся. Уль дали. И Нюкс под Виндетой. Тоже не стоит забывать, что Нюкс еще ходит. Здесь Инвизер во вражеской команде. Поэтому Старс и Спорт тоже стоит купить какую-нибудь гемпросветку с Н3. И Даркнесс от Майнсай. А что это? Нарошану зайти пока Дарксира нету? Что-то непонятно. Что делать здесь Старс? Вот с таким демоджем, который у них сейчас есть, они могут навалить побыстрее в Нарошану и убежать оттуда. Рядом нету Пака. Рядом нету Инвокера. И вообще не бьют спокойно тут. Да, Санстрек попадает по Лайкану. Санстрек вообще никакого основного деммажа не нанес Лайкану. И они уже не успевают просто добежать до Рошана. Поэтому все силы Старс копились здесь вместе в гнезде Рошана. Ну и в итоге Нюкс под Виндетой. Нужно ставить прямо на каждом шагу сейчас Дизраптору с Н3. И лучше вообще не отходить от своей команды. Вот он отошел. Сейчас Нюкс его мог просто уничтожить. Вот там Нюкс, конечно, такой 7-й левел. Еще кто-кого бы уничтожил, кажется, то, что Диз еще бы и победил это у Нюкс Асасина без всяких особых проблем. Оставщик находит у нас Нюкс Асасина. Нюкс МПЛ великолепный просто. А Карапасин даже не успел включить. Да ладно, серьезно, что ли? За счет Кайлов там еще и Глимс успели дать Дизраптор замаксил. Глимс. Тоже молодец. В любом случае просто бы не выживал. А Карапасин что-то неверный какой-то ход от Нюкса. Почему Карапасин не включил там? Мана хватало ему. И Карапасин включить, и нато пауте уйти. Вообще, что-то там забыл один. А не убегал просто-напросто оттуда еще Мана Бёрн зачем-то дал по СФУ. Он думал, что там моментально появится вся команда и не разберут СФУ. Они тут-то было. Плюс еще Гида из СФУ. Поэтому что у нас? А, пойдет все-таки через Владимир, да. Стоит тоже какую-то регенерацию иметь стычки. Ай-яй, на Лайкен залетели, тут и митер, тут все прям больно слишком приходится в Волгу, ну, умирает. Такой себе веб исполняет. Тоже не стоит. Прям на какой-то хайпер шли, как будто Старс и Спортс. Типа доминация, доминация, мы крутые, мы крутые. И тут вот забылся, Лайкен слишком далеко зашел и умер. По Фатерикапу 700 голды. Чего вообще? 500 голды за Лайкена. Дорогущий нынче волки. А вот Инвокер у нас может подставиться сейчас, но уже команда выдвигается помогать ему. Тут, да, понял Тарксир, то, что стяжка лес вырубил. Но Инвокера убили уже без шансов, скорее всего, тут у Майнса. Если поставили Инвокера, был бы еще какой-то шанс. Минус 3 сделал моментально СФ. Также еще попытка будет убить Бладсикера, но тут на лоу ХП и Бладсикер поэтому улетает отсюда. Тут Глимс от Диза и в другую сторону скорее всего побежит. Алло! А ему пофиг уже. Ультра килл делает СФ? Окей. Окей. Непонятно, почему он побежал в ту, опять же, в сторону. Возможно, не увидел, что вы вернули на Глимсе, но это было провально. 1800 голды, СФ, в Сарян, можно сказать, вынес всю команду, команду, всю команду, команду. Майнсайз. А если вы не остановите, у него уже 10-1. Очень круто играет СФ. Он прям выглядит очень солидно. На самом-то деле. Тир-2 вышка падает. СФ-чик идет унижать дальше. У него и гиды, он еще ему боятся. Он спокойно к этому относится. Плюс еще крипы подошли как раз-таки. Это заход на хайграунд. По байбекам не густо, скажем так. Но БСа есть, у Нейтсталкера есть. И на этом все. Ладно. У двоих пока что игроков. У Уинвокера, конечно же, нету байбека. А Тир-3 падает на ура. Здесь пойдут и поставят среди старцы спортс, добьют Тир-3 и пойдут ломать дальше Шрайн. Но пока что... Так, здесь Шаттлфинд. А есть Сыр, по-моему. Это был первый Рошан. Никакого Сыра еще нету вовсе. СФ вообще зашел на хайграунд. Ну, то ломайте это барак, наверное, нет? Никры уже упали у Лайкона. Лайкон у нас здесь. Форм пока что принимать не хочет. А чего ждут старцы спортс? И гида же есть, правильно? Просто вот он хукшот, вот он ворвался. Неплохие Когиманы нету вообще. У Неда нужно бежать отсюда. Вот изменяюсь от Дизраптора. Так, там проультились. Дарксир, Дарксир пока что еще выживает. Лайкон принял форму и вот он пак. А пускота убить надо. Шифт. Бликдаггер сейчас нужно уходить. А Санстрайк убивает Клакверк, убивает Дарксира. Ой, что-то вообще отдали, продали своих саппортов. Продали второстепенных игроков Старцы Спортс. А СФ что-то бегает здесь. Ульт даже провязал. А зачем? Он успел ульт дать? Серьезно? Кого-то увидел, что ли? Какие-то галюны пошли? Либо он хотел дать ульт Непонятный мув сейчас был вообще Доломали хотя бы барак. На этом спасибо. И гиды уже скорее всего пропадут здесь. А пак вообще вот он здесь-то если был бы Вижен Оскар у нас тут бегает вообще ничего не боится. А, блин, был бы если бы попозже чуть-чуть вышел СФ-чик мне кажется, пак бы пошел убивать Дизраптора. Тут как? Тут оказался БСФ БКБ вот он УСФ когда БКБ собирает только будет собирать покупать себе Лайкон Он вообще собирает Линкенсферу хоть сейчас мне кажется тут БКБ порешало бы все. Так, Дарксир А вот Дарксир находится в треугольнике закрывают его Майнса и отпускают просто да? Изи Изи отпустили Дарксира но прочекал то, что там находится пати от глаз СФ Генетик Фил такой себе от Дизраптора Нужно делать ТП-аут а получится ли это сделать? Тут МПЛ Ну, есть с чем сбивать ТПшку поэтому без шансов Да, оказывается еще по экспириенсу прикиньте не приседают Но по Натвозу хотя бы выиграют Старцы Спортс Поэтому тоже нужно собраться с мыслями чуть-чуть поднажать А вот у нас уже гида пропала поэтому более аккуратно нужно на СФ Пока ДД есть нужно пойти зайти на хайграунд и долмать Барак Смотри поставлены не попадают по друг другу Да Ой, ломаются очень быстро кстати Поставили Барак который регенится И чертить ХП СФ уже сбили ЕМП Так, Форс Став Проблема у Неда надо скорее всего убить здесь Да, принимает формы Но я там попытался еще жить Но Статик Шторм в принципе неплохой вместе с Кнэтик Филдом от Дизераптора Долмали Бараки и будут агрессивничать Майн Сай На ком ульт? Ульт вроде как на дыр А, нет на дырактили А, взбили ТПшку Лайкану А на Лайкан висит ульт от БС И на развороте уже чувствует свои силы Старцы Спортс Пойдут ломать лица Кнэтик Филд Закрывают Блотсикер и Блотсикер уже здесь огребает по полной Даблкил Делает Сэфчик Но вот он делает байбэк уже все-таки есть Кладут еще какие-то надежды Майн Сай на победку Оскар Оскар все в КД похоже Ему остается совсем чуть-чуть Он может умирать спокойно уходить Нет А что дать что-то не пошли Добили барак Байбэк Носа просто БС 13 персонажа Почему У вас же тут И Лайкон на фул бегает Что Почему Какой-то непонятный сделать сейчас Старцы Спортс А вот Пак хотят убить Пак вообще сегодня убьют или нет Наконец-таки его добивают Через Койл Вроде как Сурч Под ноги Асефу И опять самым уместил зайти на хайграунд Нужно Шрайн Уже доломали Они все уже доломали Старцы Спортс Очень как-то круто играют Я думал Они послабее Будут как-то Думал На самом-то деле То, что Карты Затянутся у нас По минут 40 Если не больше Потому что 50 на 50 Тут силы Но оказывается Вовсе нет Переоценил Я Майнсай А Суц Залет Просто на хайграунд Ой, что-то Переоценил Свои силы В четвером Просто месяц Лицо Асефа Асеф сейчас Уже рухнул По сути Моментальный Байбэк А тревелов То нету И че Да, тревелов То нет Он с ПТшкой все ходит Молодец Какой Ну Чересчур Чересчур Почувствовал себя крутым Карапайк Включается от Нюкс Асасина Лайк у нас Входит в стан Хукшот Пабло Отсекера Гнадикфилд Вот он Кстати, что он пошел Деса тоже убивают АСФ АСФ У нас вообще Криво Формит Найс Сейчас Профеймит нейтрал Когда разбивают Лицо твоим мейтом Так Визераптора Еще Тоже убили И все Тут понимают Что нужно уходить Подловили Так же клакверка Лайкан Ушел У нас на цепашке Бараки не сломали Сломали только Еще Тир Три Вышку На нижней линии Ну и по сути Такое Что-то себе Пока что Отвоевали Очень много Голды Майнсай Забили Наконец ССФ Сбили С него Опять Стрик В виде Восьми Убийств Взбивает Бладсикер 882 Голды Получил За него Бладсикер Отлично Просто Кайф 3 500 За эту Драку Забирают Майнсай Уже Преимущества Соответственно Меньше Будет Уже 6000 Было Больше 10 Сейчас 6000 Уже 5000 По экспирицию 2000 Майнсай Лидирует Слушайте Вовсе Это не Goodgame Wellplayed Вовсе Нет Сейчас Камбэк Возможен Сейчас Просто Все Может быть Я не Дюлюсь Даже Сейчас Майнсай Камбэк Нат Игру Как-то Не получается Заходить На хайграунду Старство Спорта Вообще Это было Глупо Одному Сэфу Зайти Типа Он подумал Ой да я Крутой У меня Там 16000 Нетворцев У меня Такие Айтемки Да Крутой Вот только Гембы Купить Наконец-то Старство Спорта Багана Уж Бегают Все По своему Лесу В итоге Курьер Засветил Да А он Хотел искать Уходит Сразу В хосту И не успеет Его подловить Здесь А нет Сосветильник Сосасина И тпшка Уже Не будет И все-таки Добил Курьера Света Да ладно Не убрали Ребята Замисплеили Здесь Карапасе Тычка Остается Замахивался Лайком Минус Цена своей Жизни Убивает Курьера Но Курьер Был Пуст Поэтому Такое себе Конечно Было бы лучше Если бы он Убил Курьера Который Вез Какие-то Атемки В меду Все-тиради Вышка Еще стоит Лол Что 28-ая Минута Тир-один Вышка Стоит У Старса Спортс На меду Тронутая Конечно Хотя бы Тронутая На этом Спасибо А Даршана Нет Еще 30 секунд Придется Подождать Ребята Так Залетает Вражеский лес Догема Пока что Не додумались Как я понимаю Спортс Да Есть конечно же Опасность Того Что Его потеряет Нюкс Ассасин Ну что поделать Ой Нюкс Ассасин Дизераптор Или кому Клакверку Скорее всего Дадут Этот айтем Так До Рошана Стоит совсем чуть Уже 15 секунд Но прям вот Ждут его Старса Спортс По максимуму Сейчас Вышло Дополнительного времени Кстати на Рошана И уже Этот Рошан Будет сыром Волк становится И остается На считанной секунды Три Два Один Готово Да Вот он Клакверк Сразу же Начинает его обрабатывать С Владимир Лайкон И все Никак не может Оформить на ликен сферу Но Ультиматор купил Сейчас уже Персверенс Может приобрести А тут Центрия Тут Вот он Нюкс И был Вижен На него Скорее всего Да Дают Просветки Что А У нас Беспросветки Эти юные ребята Вендец Законят Как я понимаю И у них Все большие проблемы Кропасе Опять же Вот этот опасный Нюкс Бабагана Он что-то Переценивает себя Слишком много Ходит Пытается Загонгать Кого-то И не получается У него это сделать Поэтому Он просто Умирает А у нас Пак Тем временем Вообще Нижнюю линию Пушит 25 Срошан падает Сыр забирается Гидо забирается Отдали Сыр Лайканую Гидо Отдали Севчику И вот она Готовится Последняя драка Уже Старса Спортс Я думаю То что Не стоит Зря потратить Эту Эгиду Стоит Наверное Зайти Хорошечно Подраться С Майнсай Так Вот он Баланар Вообще Бегает Троем Могут найти Ну да Видит Что Вот он Глимс Да Возвращают Найт Сталкера В же до лучшего момента И тут Кринский филд Но его не отпустят Отсюда У него на 50 секунд Таверны Там еще пак Кто проседает Там рисуночки Это сэфа То что тут Пак вообще Дефает Алло Куда лайк Он у нас выдвигается С дизрафтором Они хотят какого-то Вычислить Убить здесь Или это просто В Тир-4 драка Просто крипы Вообще Вот здесь На Тир-2 вышке Что они собираются делать А, не мид пропушили Да, бараки Бараки падают Очень быстро При том, что у Сэфа дэмэджа Рапира Бараки начинают Ломаться А вот в четвером То не в кайф Конечно драться Здесь лайкана Пытается убить Форстафнули Лайкан живет Но сыр нужно хавить Лайкан чуть не умер Кстати Статик Шторм Пока бачка включается От кого От инвокера Пытается уйти Вискот Закрывать его В Коге И фьюзи слот Очень большой проблем Наконец-то убивает Инвокер Наконец-то убивает Ипаку Пока Если что Есть байбэк Вот Инвокер Будет спасти 70 секунд Ну и в четвером Придется как-то Дефаться Майнсай Как это сделать Пока что Анриэл Я думаю Бараки Ну ребята Вы что-то забылись Куда-то побежали Под фонтан Лайкан берется За пуш Верхней линии Она последняя У нас остается И Вот он байбэк Появляется У инвокера Кстати Нужно байбэкаться И драться Последний раз Возвращат на глимсе Баланара Убивает В очередной распака После байбэка Проблема Также униона Унион откатился Минус 2 В исполнении Старса Спорции Вот Наконец-таки Одного Хотя бы убили Майнсай А сильный Клакверка Проблема К Лайкан А Лайкан Это убьют Сейчас он пытается Жить Но вот он Минус А дальше Это что Стычки Раскидывая Сфчик Ты же можешь Под култснепом Под Импейлами Летает Здесь Сф Состанов Не выпускают С минибашей И Лайкан Тоже Как я понимаю Инвокер в Кинект Филд Попадает Он после Бэбэка Это если После Бэбэка Его убивает Тагабелла Дизраптор Садстрайк Умирает И вот Нагида Упала Драксир Просто отсюда Пытается Убежать Лайкан уже бежит Помогать БКБшка Включается Разваливается Нюкс Следующий будет Это Формлесс А Формлесс Нет Он стоит на месте По сути Сколько Команд Сколько уже игроков Бэбэкнулось У Майнсай Скажите Пожалуйста Как минимум Это был Инвокер Как минимум Это был Пак с Нюксом Так А что Никуда Куда вылезть Это за Хайграунд Вообще Непонятно Лайком Примает Форму Начинать Бить Лицо Нюксу Нюкс Карапасть Включил Но Нюкс Тут Падает Вообще Что-то Такое Себе 318 220 Голды Да Тир 3 Падают Тир 4 Уже Падают Ну Они конечно Оттягивают Этот момент Но я не думаю То что Что-то Произойдет И глаза Смогут Невероятно Камбэкнуть Тут Кто Дизерап Прибежит В принципе Эгиду Потратили Если попытаться Как-то Законтрить Сф Убить Его Тут Мико Крепсы Уже Бегут На Своих Двоих Так что Скоро Будет Все Намного Жестче Это пока что Еще Обычные Супер Крипы Здесь Так Shadow Fiend Бкб Шкуричил Ой как Опасно Это все Напаливает По униону Вообще Ничего Не боится Минус Найт Сталкер Ульт По Shadow Fiend Миллион Раз Форстаф Належит Здесь Сф Сф Умирает Скорее Сего У него Миссы У инвокера Вылетают Инвокер Убили За миллион Лет Сф Сто Секунд КД Статик Шторм Возвращают На глимпсе И Кстати Сф Говорит То что Тоже Хочет Играть Треволов У него Так и Не Появилось Поэтому Все Просто Тпшатся На шрайны И Падает Трон Лаза Дефаются Еще Неужто Есть надежда На победу На как-то Отбиться Дизраптор Умрет Здесь Тычка Убивать Дизраптора Наконец-то У них Сады Грызают Крипы Вовсе Инвокер Налог ХП Провал Для Инвокера Пак Тут Тоже Умирает Скорее Всего Серия Из Трех Убийств И Вот Он Трон Упал ГГБП Написал Инвокер Великолепная Катка От Старса Спортс Действительно Я не ожидал Такой Красивой Яркой Играть От Этих Двоих Коллективов Но Было Очень Круто Понаблюдать За Их Схваткой Всем Спасибо